Добрый день! Добрый день и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола, особенно болельщики Иванова и Калининграда. В прямом эфире самый запад России, красавец стадион Калининград. Именно здесь все готово к началу закрывающего 32-й тур матча Олимпиевского России по футболу среди команд футбольной и национальной лиги, в котором встретятся Балтика и Текстильщик. Из обороны выходят Ивановцы. Ну, правда, с потерей мяча. Вот сейчас прочитал Астоич, сыграл на опережение. Передача хорошая на Максименко и не хватает точности удару нападающего калининградской Балтике. Все сделал хорошо, был принят мяч, развернулся, положил корпус. Ну, попытка есть. Итак, Балтика вновь возвращает себе мяч на чужой половине поля, поэтому показывать ее Балтийцы всегда один из лучших в лиге. Максименко. Двое его пытаются накрыть. Выходит на ударную позицию, пока ногу заносил. Уже и Кашчелан пробил. И выручает свою команду Алексей Смирнов. Не стареют душой ветераны. И младен Кашчелан приложился. Угловой слева фланга пошла подача на ближнюю штангу. О, проскочил мяч всех. А вот здесь, даже если бы и было взятие ворота Максименко, арбитр на линии уже взмахнул флажком. Первый помощник определил положение вне игры у нападающего калининградской Балтике. Продолжает свою победную поступь. Балтика в атаке. Немножко неудобно, да? Приходится выбежать за пределы поля. И под удар все-таки отдается мяч. Олейник на партнера. А это Кленкин. На стадии, когда нужно было забивать. Свободная зона нашлась, но положение вне игры было, кстати. Первый помощник вновь поднимает флажок, извещающий о том, что даже если и забил бы сейчас Кленкин, из Иванова прибыли болельщики на стадион. А в итоге Балтикс в атаке. Барсов решился на удар. И мяч в сетке. А что случилось с голкипером, не совсем понятно. Удар из-за пределов штрафной. И, казалось бы, мяч летел во вратаря. А тот как-то... То ли мяч изменил направление полета, то ли что-то еще произошло. Все пока складывалось для текстильщика успешно. Но вот Балтика забивает. Болельщики в восторге. Первая половина встречи без компенсированного времени подошла к своему завершению. Не было в игре остановок. Практически в касании. В одно, в два. Тишкин на полуфланге увидел подключение открывания Гелаяна. Гелаян штрафной. Все четко было сделано. Но здесь не хватило. Немножко Барсову не добежал. Являются воспитанниками ивановского футбола. Гелаян развернулся. Готовит себе возможность для удара. Чуть назад на Хромцова. Хромцов, что есть силы, вложился в этот удар с левой ноги. Но попробовал. Не хватило точности. Не беда. Порвать надо. Вот Гелаян. Но его тут же накрывают. Ничего не оставалось делать. Как в подыгрыше. Вот на партнера. И Хромцов его тут же благодарит за такую хорошую передачу. Гелаян очень старается. Вошел сегодня в игру достойно. Перед началом матча его поздравили. С недавно проведенным сотым матчем. Вот такой мяч забивает из-за пределов штрафной Сергей Карпович. Подготовился, посмотрел и с правой пробил. Доволен, а уж так довольны болельщики, которые находятся на стадионе Калининград. Именно этот второй мяч и очень был нужен для того, чтобы действительно уже добиться победы чуть раньше финального свистка. Судя по игре, ничего сегодня уже экстремального не произойдет. Балтика забивает второй. И сделано это было красиво. Здесь на стадионе Калининград в этой весенней части забиваются красивые мячи. Вот посмотрите, какая дистанция до ворот. Раз. И еще один гол. Это Ян Казаев, я так понимаю. Едва ли не, может быть, второе или третье касание мяча. И очень важный для себя мяч забивает Ян. Сколько он пропустил. Всю весеннюю стадию турнира. И вот тут ему как раз выложили великолепно. И будет накручивать площадь ворот, что и было сделано. Кулаками выбивает мяч подальше от себя Алексей Смирнов. На подборе первые балтийцы. Кашчелан верхом возвращает мяч штрафную. Это была скидка от Астоича. И мяч отрикошетил. Галкипер выручил свою команду. Но атака-то не закончена. И будет все-таки удар. Это от Кузьмина уже. И вновь попадает в одного из соперников мяч. Вот сейчас интересный был такой микроэпизод. Да, вы обратили внимание. В начале рикошет. И выручил свою команду в очередной раз Смирнов. Там едва кончиками пальцев достав мяч. Дает свисток о том, что матч завершен. Балтика одержала победу над аутсайдером турнира. Команда Ивановская. Текстильщик 3-0. Текстильщик 3-0.